видео урок рисуем горы в облаках пастелью подробный список материалов ищите под этим видео для начала начнем прорабатывать небо с верхней части листа возьмем фиолетовый мелок и начнем закрывать штрихами горизонтальными небо далее продолжим закрывать него белым мелочком точно также горизонтальными штрихами далее возьмем оранжевый мелок красный мелочек обязательно все штрихи делайте горизонтальными продолжаем закрывать верхнюю часть неба желтым мелком еще немножко оранжевого и поверх еще немножко добавим фиолетовый белого для более плавных растушевок и плавных переходов цвета теперь начинаем все аккуратно растушевывать тушуем точно также по горизонтали мы это делаем для того чтобы пространство неба было гладким плавным и мы видели глазом как растекается но именно в пространстве поэтому нужно растушевывать только по горизонтали теперь берем белый мелочек и начинаем добавлять отблески на облаках добавляем их легкой штриховкой продолжаем добавлять отблески желтым мелком и легкими касаниями их растушуем теперь продолжаем прорабатывать серединку нашего листа закрываем фиолетовым мелочком опять же продолжаем штриховать по горизонтали добавим белым мелочком штрихи желтым немножко красного и синего опять же все аккуратно растушуем также по горизонтали берем темно-фиолетовый мелочек и начинаем добавлять отблески в облаках только уже теневые точно такими же легкими штрихами продолжаем добавлять отблески уже светлые белым мелочком немножко розовым и опять же легкими касаниями все растушуем н аналитами начнем добавлять дальние вершинки гор изначально возьмем фиолетовый мелочек И добавим самую дальнюю вершинку с левой стороны. Аккуратно ее растушуем и нижнюю часть горы растушуем с небом, чтобы получился очень плавный переход. Далее берем темный фиолетовый мелочек и добавляем вершинку чуть ближе к нам. По световоздушной перспективе всегда предметы ближе к нам становятся темнее, поэтому мы с вами так и будем добавлять горы, что они ближе к нам будут становиться все темнее и темнее. Со второй вершинкой делаем то же самое. Берем синий мелочек и добавляем вершинку горы еще ближе к нам. Смотрите, чтобы вершинки и движения гор были разные, чтобы не повторялись, не было одинаковых гор-близнецов. Опять же закрываем синим мелочком и аккуратно пальчиком растушуем. Добавим еще одну вершинку справа синим мелком. Белым мелочком вокруг вершинок добавим отблески на облаках, чтобы подчеркнуть, что вершинки гор у нас выскакивают сквозь густые красивые облака. Розовым цветом еще немножко добавим отблесков и аккуратно легкими касаниями растушуем. Далее продолжаем закрывать небо розовым мелочком, белым и желтым. Аккуратно растушевываем. И на контрасте добавляем гору еще ближе к нам, темно-синим мелком. И аккуратно ее полностью заштриховываем. Здесь уже штриховать можно как угодно, как удобно. Чтобы цвет был не скучным, добавляем туда еще немножко фиолетового мелочка и синего. Аккуратно растушиваем. Теперь белым цветом добавляем намек на облака, которые укутали нашу вершину. Опять же, штрихами легкими точно так же добавляем и розовые отблески в облаках. Начинаем аккуратно растушевывать намеки на очень такие прозрачные легкие облака. Растушевываем немножко круговыми движениями, чтобы текстуру облака подчеркнуть. Теперь добавляем последнюю гору, которая прямо перед нами находится, черным мелочком. Смотрите, чтобы вершинки не совпадали и не было симметрии в горах. Заштриховываем полностью черным мелочком. Фиолетовым мелочком еще немножко добавим цвета, чтобы было поживописнее. И растушевываем аккуратно пальчиком. Синим мелком добавляем на горе светлые отблески. Так как она будет ближе к нам, мы на ней будем видеть контраст. Для того, чтобы подчеркнуть объем. Аккуратно растушевывая, подчеркивая рельеф верхушки. Теперь на дальней горе можно чуть-чуть добавить теневых участков черным мелочком. Так как она тоже находится близко, мы на ней объемчик уже будем просматривать. И аккуратно пальчиком растушевывая, подчеркивая текстуру горы, ее неровную поверхность. Фиолетовым мелочком точно так же немножко добавим теней. Опять же, аккуратно растушевали и работа готова. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем, друзья. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok